Душа в человеке первичном, тело вторичном. Поэтому это очень важно. Важно для того, чтобы сохранить свою страну, свой народ. Для этого нужно с самого раннего возраста воспитывать каждого человека в духовном. История Центра ведет свой отчет с 2007-го. Сейчас здесь действует воскресная школа, в которой обучается более 130 учеников. Лектория для взрослых и богатая библиотека, наполненная классической и богословской литературой. Ребята посещают различные кружки от рукоделия до робототехники. Деятельность Центра получила высокую оценку на государственном уровне. Его директор Василий Баранчук и настоятель Елисофетинского храма Протеереи Виктор Толох удостоены премии президента за духовное возрождение. Тут труд всего коллектива. И в первую очередь, конечно, это труд со стороны нашего правящего архиерея, владыки Серафима. И труд педагогического коллектива гимназии. То есть каждый делает с достоинством свое дело. И премия это, скажем так, это некий аванс. То есть, значит, мы должны делать еще больше, если нас заметили. То есть мы должны соответствовать той планке, тому уровню, на который нас подняли. Без духовности, так сказать, не может быть и патриотизма. Поэтому мы должны сегодня, с учитывая ситуацию, которая сейчас вокруг нашей страны, мы должны, конечно, воспитывать прежде всего духовность и патриотизм детей. И чтобы этот патриотизм передавался, так сказать, и родителям. Духовно-просветительский центр сегодня – это еще и учебные аудитории начальных классов третьей гимназии. Мальчики и девочки, наряду с общеобразовательными предметами, изучают основы православной культуры, постигают нормы уважительного отношения к белорусским святыням, знакомятся с такими нравственными категориями, как доверие, справедливость и милосердие. Чему тебя учат занятия? Делать меньше грехов, любить Бога, не обижать близких, не быть жадным, быть хорошей. Помогать всем. Тебе нравится на занятиях? Да. Интересно? Да. А что тебе особенно нравится? Рисование, труды, ритмика, музыка. Еще одно важное направление деятельности центра – православный театр «Убрус». В творческой копилке собственные художественные фильмы и выпуски «Яралаша». За несколько лет ребята сыграли в более чем 30 постановках, все на религиозную тематику, которая связана не только со священным писанием, но и с духовной жизнью нашей страны. На каждый спектакль, вот теперь исторического такого плана, изучая жизнь святого, мы пытаемся и стараемся не просто усвоить какие-то материалы о святом, но и посетить эти места, намоленные там, где жил святой. В 2022-м республика отметила 1030-летие прихода православия на белорусскую землю. Христианские традиции и добросовестный труд сделали нашу страну сильной и независимой. Сохранить и приумножить то, что оставлено нам предками, насущная потребность нашего общества. Ведь только тот народ, который знает и чтит свою историю, имеет будущее. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.